Евроинтеграционная федерализация Украины Войцех Михальский Специально для Alternativa.org Тотальная поддержка президента Зеленского Более 70% может тешить Самолюбие лидера нации Но говорит лишь о том, что Функционирование украинского государства Окончательно приобретает виртуальный характер Предпочтения публики уже традиционно Для Украины формируются На эмоциональном уровне Благодаря чему перманентное шоу В информационном поле Слабо коррелируется с происходящим В реальной жизни По местному населению привычно и удобно Пользоваться подобной идеологической анестезией Что прекрасно использует современная украинская власть Пропагандистские разговоры Украинских властей о необходимости Сохранения целостности страны В контексте возврата утраченных В результате государственного переворота территорий Выглядят достаточно лукаво После ухода Крыма и Донбасса Развал фактически состоялся Оставшаяся территория, как известно Призвана в модном нынче турборежиме Интегрироваться в ЕС Только вот за прошедшие со времен победы Майдана Время интеграция Это в основном происходит в индивидуальном порядке А в перспективе рискует приобрести еще и региональный характер Добрые соседи Украины Польша, Венгрия, Румыния и другие Внимательно наблюдают за ситуацией на своих восточных рубежах Украинскую территориальную целостность Никто естественно не оспаривает на официальном уровне Но аппетиты западных приятелей По присвоению ресурсов отсталой Украины Постепенно растут А расширение влияния европейских партнеров В приграничных регионах Имеет естественный характер в условиях отсутствия не только модели самодостаточного развития украинских территорий Но и элементарных источников для ее реализации Неудивительно, что победный марш команды ЗЕ В сфере захвата властных полномочий и реформаторского законотворчества Притормозился на подступах к проведению местных выборов Взаимодействие с региональными элитами Вполне предсказуемо оказалось для новой власти вопросом Который не удается решить с наскока На Украине вертикаль власти все более приобретает иллюзорный, ритуальный характер Несмотря на видимость консолидации полномочий в руках меняющихся время от времени президентов Насколько сегодня сильны центробежные силы на Украине? Похоже, в Киеве сами не знают четкого ответа на этот вопрос Тем не менее, тема федерализации остается табуированной Что на самом деле подтверждает слабость и неуверенность центра в своем авторитете И возможности удержать целостность страны в условиях реального самоуправления регионов Вместо этого реализуется административная реформа Призванная уменьшить общее количество административных единиц Согласно передовым европейским влияниям Веянием В рамках реформы планируется сократить количество районов до 100 Сейчас их 490 Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня И, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации И замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен Поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект Заявляет глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко Возможно, такая реформа и соответствует цивилизованным лекалам Но гораздо важнее понять, насколько перекройка административной карты Будет отвечать ожиданиям и жизненным интересам регионов Пока что пропорция распределения налогов и сборов существенно не меняется В проекте государственного бюджета на 2020 год На местах останется примерно 23% таких поступлений Но подтверждает продолжение централизованного распределения Скудных государственных финансов Одновременно ответственность за соблюдение минимальных социальных стандартов Поддержку медицины и образования действительно все больше перекладывается на места Такая картина не может вызывать особое удовольствие от реформаторских усилий Киева на местах При этом Украина критически зависит от внешних факторов Страна-должник не только утратила самостоятельность выработки внешнеполитических политических решений Фактическое банкротство украинской экономической модели стимулирует процессы феодализации регионов Выживающих каждый на свой лад ввиду пустой державной казны И полного отсутствия каких-либо общенациональных проектов развития Поэтому ищут на местах свои шансы в сфере международного сотрудничества Уповая на привлечение различных грантов и кредитов помощи Тем более, что общий мировоззренческий подход идеологов современной украинской власти Подразумевает невиданную открытость страны для любых инициатив западных друзей Другое дело, что нищая и безалаберная подруга Украина Своим безумным поведением провоцирует соседей к использованию местных центробежных тенденций С видимой или скрытой пользой для себя Пока что, наряду с многотысячным оттоком рабочей силы Западные соседи активно расширяют свое мягкое гуманитарное влияние В приграничных западноукраинских регионах Временам бессильной ностальгии по бывшим владениям Приходят на смену времена новых возможностей Для реинтеграции украинских территорий в европейское лоно И начинается оно с гармонизации смыслового поля Установление общего исторического мировоззрения в виде добрых сказок О благостном сосуществовании украинцев с соседями в семье европейских народов О том, что в этой семье местное население находилось в роли батраков и прислуги Вспоминать не принято Одновременно 80-летие объединения западноукраинских земель с УССР Становится траурной датой Таким образом заливается фундамент для постепенного, так называемого, дружественного поглощения Добрыми европейскими соседями, как минимум, Галиции, Буковины и Закарпатии Для чего абсолютно не обязательно форсировать на танках БУК И отменять существующие на картах межгосударственные границы Недавно был во Львове неделю У нас там было два матча подряд Была возможность увидеть один из наших бывших городов На улицах много туристов из Польши Можно сказать, что чувствовал себя, как в Польше Делится впечатлениями польский легионер киевского футбольного клуба «Динамо» Томаш Кензера Красноречивая цитата, не правда ли? Украинские патриоты пытаются огрызаться Мы имеем врага целую Российскую империю Которая является геополитическим игроком И которая не даст нам развиваться как национальному независимому государству Нужно понимать, что этот враг есть И не только на Востоке, но и на Западе Как бы странно это ни звучало Ведь посмотрите даже на Евросоюз На шовинистическую политику Польши Империалистическую политику Венгрии У нас на Закарпатте Говорит штатный рупор украинских радикалов Дмитрий Ярош Однако кроме истерики в социальных сетях Верным сынам Бандеры Нечего противопоставить объективным экономическим процессам Своеобразное понимание патриотизма в украинском исполнении Включает в себя один принципиальный момент Антирусскую риторику А в остальном царит простой принцип Где больше платят, там и Родина Именно такой подход доминирует В сознании подавляющего большинства украинских обывателей Беспощадно угнетаемых собственной властью Всего до независимости Поэтому более зажиточные соседи из ЕС Очень осторожно, но последовательно Усиливают свое реальное влияние На внутриукраинские процессы Например, глава праворадикальной венгерской партии Йобик Томас Шнайдер В мае этого года посетил Закарпатья И пообещал поддержать автономию региона от Киева По словам Шнайдера, его пригласили жители села Вары Лидер венгерской партии запомнился своими заявлениями Об автономии региона Шнайдер сообщил, что Закарпатью Стоило бы получить автономию от Киева Прежде всего экономическую Чтобы деньги оставались в регионе, а не уходили в Киев В рамках психологической обработки населения Осуществляются регулярные информационные вбросы С целью сформирования на Закарпатье Общественного мнения лояльного К возможной смене власти на этих территориях И их возврата в европейскую семью Формально Украина пытается реагировать на такие случаи Но аргументов для эффективного противодействия Этой активности все равно не имеет Нет ни денег, ни идей Так, 18 июля Служба безопасности Украины Открыла уголовное производство По факту сепаратизма Досудебным расследованием установлено Что группой лиц через сеть газетных киосков Закарпатской области Города Ужгород, Мукачево, Берегово Распространяется выпуск Венгроязычного печатного средства массовой информации Общество венгерской культуры Закарпатья СБУ отмечает, что в газете опубликованы материалы с публичными призывами к изменению границ территории государственной границы Украины Издание поместило изображение части Закарпатской области в пределах избирательных округов На которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства Раскрашенными в цвета венгерского национального флага И тем самым условно отделенными от другой территории области Аналогичные события происходят и на Буковине Румыния так просто распространяет свое влияние у нас в области Хотя бы потому, что Киев не способен дать нам то же, что предлагает Бухарест Паспорт с золотым орлом и надписью Union European Заставит засомневаться даже самого последнего парахобота Бухарест выделяет 60 тысяч евро на ремонт онкоцентра Деньги на постройку учебных центров и библиотек на территории севера Буковина и Бессарабии В то время как Украина приходит к нам лишь с повестками на войну И очереди людей, которые подают на паспорт в стенах консульства уменьшаться не будут Высказывал свое мнение в соцсетях летом этого года житель Черновцов Никола Василе Таким образом, триумф европейских ценностей материализуется на Украине Во вполне прозаичные и логичные процессы ускоренной децентрализации Которые рискуют де-факто федерализировать страну безо всяких законодательных заморочек Логика обстоятельств, как известно, побеждает логику намерений украинских властей Которые тем более не подкрепляются никакими реальными ресурсами Киев тем временем продолжает жить в собственных реалиях И формировать виртуальную повестку дня Как для внутреннего, так и для внешнего потребления Выступая на парламентском комитете по вопросам европейской интеграции 18 сентября Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил о необходимости решения Имеющихся проблем в отношениях с Польшей, Венгрией и Румынией Путем напоминания им о некоем росте украинской нации Наверное, западным друзьям будет интересно изучать упомянутый феномен В оставшиеся до формального возврата своих восточных земель время Войцех Михальский, специально для Альтернатива.орг Евроинтеграционная федерализация Украины Картинка такая Я бы сказала Многоговорящая О предстоящих Аппетитах Вернее, аппетиты есть О предстоящих действах К чему они приведут Вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...